Логотип на головке грифа этой электрогитары знаком абсолютно каждому профессионалу от мира музыки, особенно от мира гитарной музыки, потому что G&L это не что иное, как третья компания гениальнейшего Leo Fender, который по сути единолично создал электрогитару как класс инструментов вообще еще в далеком 49 году, то была известная всем компания Fender. Однако из Fender он ушел еще в 65 году и с тех пор он не перестал заниматься своими новыми исследованиями, разработками, он продолжал делать новые инструменты, сначала компания MusicMan и затем наконец компания G&L, которая по сути явилась таким кульминацией всего того, чем он занимался всю свою жизнь. И в рамках G&L он сделал просто невероятно множество инструментов. Это и какие-то новые, экстравагантные, дикие, не обузданные в духе 80-х, но и в то же время он всегда возвращался к своим истокам, всегда возвращался к поиску звука, за который он стал известен в первую очередь Fender. Вот этого кристально чистого, прозрачного, ясного, немножко такой провальной серединкой, чтобы она не сбутняла сигнал того звука, который он называл таким лимонадным, немножко переливающимся. И эта гитара, которая держит себя в руках, она называется G&L Legacy. И Legacy в переводе с английского означает «наследие». То есть, вообще из практически всего модельного ряда G&L, Legacy — это гитара наиболее приближенная к тем самым годам 50-е, 60-е, к тому наследию, которое он оставил после себя и который живет до сих пор. Однако, это не просто дань традиции, это лишь такой легкий реверанс в ее сторону, потому что каждый элемент этой гитары был тем не менее разработан, сделан заново с исключительно четко поставленной задачей. Сделать гитару в духе того времени, но гитара, которая будет сочнее, ярче, круче, и которая будет гитарой в духе G&L. Это что-то такое. Слышите, она не просто прозрачная, и яркая, и сочная, и басовитая, и верхастая, но она какая-то такая очень кусачая. И вот эта вот кусачисть — это фактически фирменная черта G&L, которую они принесли через все свои модели. У них у всех есть вот этот вот маленький зубастый монстр внутри, который начинает немножко вылезать наружу, как только вы даете атаку в гитару. И это еще одна крайне важная черта гитар G&L и Legacy в частности — это их феноменальная реакция на динамику, на атаку играющего. Потому что в зависимости от того, сколько я буду вкладывать усилия в инструмент, в атаку, в звукоизлечение... Смотрите, насколько сильно меняется в зависимости от моей динамики характер гитары. И это супер круто, это очень увлекает, потому что гитара помогает тебе говорить. Когда у гитары настолько широкий динамический диапазон, ты можешь сделать вообще все, что хочешь. Все мысли, что приходят тебе на ум, они все тут же как-то материализуются и превращаются в музыку. Это... Я прям не хочется выпускать из рук. Но это были такие общие слова, но если говорить в точности, в частности, что именно здесь нового... Все, поэтому идем по порядку. Во-первых, это совершенно новый темброблок. В отличие от знакомой нам распайки Stratocaster, где две ручки тона отвечают за тон некового и мидлового датчика, или некового и бриджевого... Ну, бывают разные вариации. В данном случае здесь все совершенно по-другому. Первая ручка тона — это мастер тон, привычный нам по вниманию. То есть это ручка, которая убирает высокие частоты у всех датчиков сразу. То есть у нас было... Убираем... Как будто бы на гитару такой, на звук положили такую подушку. И она стала ватной. А вторая ручка тона, тут самое главное, она действует как фильтр низких частот. Она, наоборот, убирает низкие частоты. И таким образом, если я ее откачу до нуля, я как будто бы прям высушу свою гитару, она станет такой сухой. То есть это как раз очень напоминает звук 50-х, 60-х годов. То есть вот моя... Возвращая обратно... Очень такой контревый звук. Против модернового с басами. Умение управляться вот этими двумя ручками, оно раскрывает для вас просто целый новый какой-то горизонт звучания. Потому что, казалось бы, такое маленькое дополнение, но вы сразу получаете возможность гораздо точнее контролировать звучание своего инструмента. И это очень здорово. Идем дальше. Совершенно новое Tremolo, которое теперь держится на двух втулках. И, соответственно, оно крайне стабильное. Но самое главное, вот лично во мне, в нем даже не это. Здесь у нас очень такой приятный есть маленький шестигранчик, с помощью которого каждый может для себя, по своему собственному желанию, зафиксировать тугость работы этой машинки. То есть, наверное, не тугость работы, а то, насколько плотно она сидит. Потому что кто-то, например, предпочитает, чтобы она прям свободно висела. Я люблю, когда она сидит более плотно. И эта машинка, это просто такое шелковое произведение искусства, которое реагирует на каждое малейшее касание. Буквально каждая пылинка, которая падает на поверхность этого рычага, она отражается на звучании. Это непередаваемо, это вот каждая маленькая грань. Здорово. И, конечно же... Конечно, у меня, во-первых, есть небольшой запас хода наверх. То есть тебя могут двигаться в оба направления. И, конечно же, что бы я ни делал, я всегда остаюсь в идеальном строе. Давайте я пока что выну. И, конечно же, самое главное, и в каком-то смысле невидимая часть магии Джен Дель, это звукосниматели. Это то, что находится под вот этими вот крышечками. То, что кажется обыкновенным звучком, на самом деле, продукт месяцев испытаний, подборов, экспериментов, чтобы добиться именно того звучания, которое необходимо. Что самое клевое во всем этом, в этих звукоснимателях, машинке и прочем, в том, что гитары, которые я сейчас держу в руках, это гитары из серии Tribute. Это одна из недорогих таких стартовых линеек Джен Дель. Однако на всех абсолютных гитарах Джен Дель, вне зависимости от линейки, всех они снабжаются оригинальными американскими конфликтующими. И звукосниматели, и система Tremolo. Это ровно те же самые американские звукосниматели Tremolo, что ставятся на дорогие американские гитары, вплоть до Custom Shop. То есть в данном случае здесь на эту тему ноль компромиссов. И раз уж мы зашли о теме Tribute, вот этой линейки гитар, и одну из них я держу в руках, в рамках этой серии у Джен Дель есть несколько инструментов, которые различаются в первую очередь древесиной, из которой они изготовлены. Потому что у каждого дерева есть несколько свой характер. И в данном случае гитара, на которой я играю, сделана из липы, с накладкой из гразийской вишни. Это такая максимально теплая вариация. Такая все-таки с чуть-чуть приподнятой нижней серединой. Она такая теплая, немножко как свежевыпеченный хлеб. Но один из вариантов древесины, которая используется в Legacy от Джен Дель, это тополь. Это очень, вообще, на мой взгляд, недооцененное дерево в гитарных кругах. Хотя, в общем-то, люди, которые в этом разбираются, принимают толк. Потому что те же самые Джексоны до сих пор очень многие модели дорогие делаются из тополя. И у него есть свое собственное какое-то особое звучание. Оно не кричит о себе. Оно чуть более сдержанное, более спокойное. Видите, у меня нет такого, такого большой теплоты. Оно немножко более ровное по всему диапазону, более спокойное. И в каком-то смысле, в сочетании с датчиками Джен Дель, лично для меня оно еще больше напоминает вот такое традиционное звучание 50-х, 60-х. Кайф же! Совершенно кайф! И, конечно же, для всех, кто любит, чтобы все было сделано по классике, в традиционной комплектации, в традиционном дереве, есть вариант из ясеня. Потому что ясень по, так сказать, по общему, ну, не то чтобы для всех мнению, но очень большое число людей придерживается мнения о том, что ясень это такой король. Король среди музыкальных сортов дерева. Потому что он действительно, у него как бы есть такой упругий бас, у него есть классный такой стеклянный верх, и он прям супер читаемый, супер такой яркий. Ну-ка. Тоже положение. Тоже положение. С bubbling Это такой отчаянный рокер среди сортов. Таким образом, даже внутри одной буквально модели Легаси от Джен Дель каждый сможет найти то, что будет близко ему. Это совершенно классический ясень. Это более модерновая липа или самобытный тополь. Каждая из этих гитар есть свое собственное уникальное звучание, которое необходимо для того, чтобы каждый мог найти то, что понравится ему. Но всех их объединяет самое главное. Во-первых, это американские комплектующие. Во-вторых, это внимание к деталям. Во-третьих, это совершенно фирменный, узнаваемый, такой бескомпромиссный звук Джен Дель с зубами. Динамический, широкий, который способен реагировать на все маленькие детали, которым просто получаешь огромное удовольствие от того, что ты играешь обыкновенный аккорд до мажора. Хочется играть бесконечно по кругу, просто не замыкаешься. Эта гитара, в общем-то, будет идеальной для любого, кто любит вот это классическое, узнаваемое, сингловое звучание, которое зарекомендовалось я, в первую очередь, в поп-музыке, в фанке, в роке в классическом, но которому кажется, что чуть-чуть ей не хватает причинки. Чуть-чуть ей не хватает остроты, чуть-чуть ей не хватает наглости. И вот всю эту остроту и наглость как раз дает Джен Дель Легаси, которая вроде как в 50-е, но вот с таким наглым характером. Так что, если у вас есть такая возможность, то обязательно заходите в ближайший музыкальный магазин и попробуйте Джен Дель Легаси лично. Потому что одно дело смотреть через экран телефона или монитор, слушать, и совсем другое — это взять эту гитару воочию, воткнуться в усилитель и взять парочку аккордов, и ты понимаешь то, что, черт, Лео знал, что делал, что все это не просто так, и что действительно это какой-то просто новый музыкальный лошад. Это кайф в чистом виде, и это ведь самое главное. Самое главное в музыке — это то, чтобы ты взял аккорд и испытал кайф. И здесь это присутствует на 100%. Спасибо большое. До свидания.